Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Богодухновенной Псалтири «Помяне Господи Царя Давида и всю кротость его». 143-й Псалом и в иудейской и христианской традиции он связан с победой царя Давида над филистимлянами, плештим, то есть филистимляне. И если в еврейской традиции как бы четко не обозначено, какая победа имеется в виду, то в самой Саптуагенте мы видим конкретное надписание Псалом Давида о Голиафе. О Голиафе, то есть Псалом воспевает победу Давида над Голиафом филистимляненом, который описывается в 17 главе первой книги царств. Это было такое знаковое событие, и это надписание, оно имеется также по-церковно-славянски, но по-еврейски надписание очень короткое «Ле Давид», то есть «От Давида». И сам Псалом благословен Господь Бог мой. В еврейской традиции это известная Баруха, Барух Ашем, Бог мой, Элокейну, Барух Ата, Адонай Элокейну. Ну, тут, может быть, по-разному сконструировано возможное произношение. «Благословен Господь Бог мой, Элокейну, научающий руки мои ополчению», то есть «Научающие руки мои брани», «Персты мои брани». А в чем разница между руками и перстами? Руки, они сообщают движение перстам, а персты должны крепко сжимать орудия. И в случае с Давидом, когда было его единоборство с Голиафом, это искусство использования пращи. Он выбрал из ручья пять гладких камней, положил в пастушечью сумку на единоборство с Голиафом и выступил с пращою против хорошо вооруженного воина. Причем древнее предание устанавливает, что прабабка царя Давида, Руфь, она была родной сестрой прабабки, бабки Голиафа, потому что мавитские крови были в Давиде через Руфь, мавитянку. Но Голиаф называется филистимлянином, в том смысле, что этот мавитянин по происхождению, он вступил в армию филистимлян и воевал на их стороне. Это был чудовищно сильный человек. И Давид молится, благословен Господь, Бог мой, научающий руки мои ополчению, персты моей брани, то есть дающий крепость. Он милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитник мой, и на него я уповал. Он подчиняет мне народ мой. Что значит, что он подчиняет мне народ мой? Мы знаем, что когда Голиаф поносил с равными словами полки Израиля, никто не решался выйти на единоборство с Голиафом, а когда Давид стал требовать, чтобы ему разрешили, его стали поносить. Причем его братья воспротивились ему, потому что он прибыл на войну в качестве человека, который по малолетству не мог воевать. А он принес в обоз пищу для своих братьев, то необходимое. И вдруг он начал суметь, почему никто не хочет выступить против этого богохульника. И братьям стало стыдно за него, потому что там были более зрелые люди, воины. А Давид не был воином, а о Голиафе сказано, что он был воином от дней юности своей. А Давид был просто юноша, молодой человек. Он, то есть Господь, подчиняет мне народ мой. То есть Давид убедил и царя Саула, и военачальников Саула разрешить ему выйти на единоборство с Голиафом. И там был такой комический момент. Перед предполагаемым единоборством с Голиафом на Давида одели все эти латы металлические. Он походил, походил, поскрипел этим металлом, говорит, нет, я так не пойду воевать, я не смогу так воевать. Я пойду, вот как вот волков я отгоняю, вот у меня пастушья сумка, вот камни, вот проща. И он продолжает молиться. Господи, что такое человек, что ты открылся ему? Зигабен пишет словами, ты познался ему, показывают переводчики-саптуагенты, что не мы нашли его, а он нашелся для нас. Это златоуст. А зигабен, ты сам открываешь человеку бытие свое. Да, здесь два разных комментария. Первый – златоуста, второй – зигабена. И так Давид молится, вопрошая Господи, что такое человек, что ты открылся ему? То есть человек сам не может постичь Бога, пока Господь не откроется ему. И Господь открывается человеку в той мере, в какой человек может вместить. И блаженному Августину принадлежат слова «Не пытайся найти Бога, пока Он сам тебя не найдет». Возможно, он научился этим словам у Амброси Меделандского, святителя, под влиянием которого Августин был в молодые годы. Что такое человек, что ты открылся ему? Или сын человеческий, что ты помышляешь о нем? По Феодориту Кирскому прилагаешь столько попечения о нем. И четвертый стих. Человек подобен суете, то есть чему-то неустойчивому, текущему, по златоусту, означает тленность, смертность, кратковременность. Вот что такое человек. Тленность, смертность, кратковременность. Что такое человек, что ты открываешься ему? Или сын человеческий, что ты помышляешь о нем? Человек подобен суете. Тленности, смертности, кратковременности. Дни его как тень проходит. Тень все время в движении по отношению к солнцу. Все время в движении. А в другом месте Библии сказано, что дни человека, жизнь человека, как пар, который является на малое время, а потом исчезает. Господи, продолжает молиться Давид, преклони небеса и сойди, коснись гор, гор – это гордые люди, это филистимляне, сарим, плештим, то есть князья филистимские, и они воздымятся, блесни молнией и рассеешь их. Рассеешь их, то есть врагов Давида, пусти стрелы твои, сметешь их. Блесни молнией, пусти стрелы твои, то есть стрелы как молния, молнии как стрелы. Прости руку твою с высоты, изми меня и избавь меня отвод глубоких, это беда как бы, как вода накрывает меня, я захлебнусь, если ты не поможешь. Изми меня из руки сынов чужих, чужие по Златоусту, это не обязательно иноземцы, по Златоусту, это устранившиеся от истины, ставших лукавыми, таких называют чужими, коих уста говорили суетное, и которых деснится, деснится неправды, то есть они говорят суетное, то есть, ну, бессмысленное. Ну, чем хвалится этот Голиаф? Тем, что он возьмет тело Давида и бросит на съедение птицам. Боже, восклицает Давид, новую песнь воспою тебе, на псалтыре десятиструнной воспою тебе, ибо ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, то есть меня, как бы молится Давид, избавляешь Давида, раба своего, от лютого меча, от меча Голиафа. А меч Голиафа – это известное такое орудие, а потом он окажется в собственности Давида, и Давид будет пользоваться этим мечом. «Избавь меня, изми меня из руки сынов чужих, то есть вот этих плештим, этих филистимлян, коих уста говорили суетное, ведь Гляв поносил полки божие, десница коих, десница неправды, а на кого они нападают? Если бы они нападали на злодеев, они нападают на невинных людей, это десница неправды. Сыновья коих, как отрасли крепко укоренившиеся, то есть цветущие здоровьем по златоуству, в юности своей дочери их убраны и украшены наподобие храма, наподобие храма, разумеется, обильные золотые и серебряные украшения, как и храмы украшались, то есть филистимляне и так были вполне обеспеченные люди, зачем они задевали все эти войны, житницы их полны от избытка, пересыпаются из одного отделения в другое, Златоуст пишет, не вмещается в житницах их богатство, овцы их многолюдны, размножаются на путях своих, валы их тучны, то есть это как бы милитаристское такое государство, которое непонятно почему всем угрожает, всех запугивает, против всех выдвигает какие-то санкции, они считают себя как бы международным таким полицейским, жандарм международный, который имеет право устанавливать свои порядки, эти плешким, эти филистимляне, они были очень горды своим оружием, своей мощью. Кстати, считается, что именно филистимляне первые стали использовать стальное оружие, в отличие от медного вооружения, менее эффективного. Нет трещин в ограде у них, ни прохода через нее, ограда это может быть и панцирь, в который облачены они на войне, и нету прохода для стрелы даже, стрела не проскочит через эти латы, ни крика, ни крика на площадях их лица, страдающие от грабежей, разбоев, это одно, а они живут благополучно и по блаженному Феодориту весело, им не о чем сетовать, печалиться. Ни крика на площадях их, то есть никто не печалится, не плачет. Другие считали счастливым народ, у которого это есть, то есть и мощь, и оружие, и сила, и стальное оружие, мощное, в отличие от медного, и как бы в противоположность всему этому, в конце последнего стиха, 15 стиха, Давид восклицает, да, все это есть у них, да, это мощное государство, это международный жандарм, они наводят тут свои порядки, они же, например, запрещали евреям даже иметь кузнецов, и если еврею надо было заточить серп, он должен был ходить к филистимлянам, так описано в Библии, то есть у них все есть, у них избыток пшеницы, избыток всего, и сказав все это, Давид восклицает, блажен народ, у которого Господь есть Бог его, то есть нету этого достатка, этого богатства, нету такого избытка пшеницы, нету такого вооружения, таких лад, между которыми там даже стрела не пролетит, но блажен народ, у которого Господь есть Бог его, то есть это значительно важнее, то есть это самое важное, это самое главное, выставить правильное отношение с Богом. Мы знаем, чем кончилась битва Давида с Голиафом, могучий Голиаф рухнул под ударом «Прощи» из рук юноши Давида, по имени Господи царя Давида и все круто всего, и с грохотом он упал на землю, Давид подбежал, взял его же Голиафа меч и отсек ему голову. И это было такое постромление, постромление полкам филистимлян и в ужасе побежали, потому что они думали, и подросток, какой-то тенейджер может себя так повести, то что же с ними сделают более зрелые. А воин.